Это мужицкий дождь, аллилуйя, дождь из мужиков. Эй, эй, мужицкий дождь, аллилуйя, дождь из мужиков. Ку-ку. Че ты так подумал? А не записать ли еще ролик, сидя у окна? Длинную версию, сука! Длинная версия, сука! Да да, не удивляйтесь. Я вот когда-то давно, у меня такая мысль была, идея фикс такая, чтобы мне кто-то из подписчиков подарил 2 доллара. Потом Херакс мне 2 доллара прислали. То есть, как вы видите, в принципе, мысли материализуются. Сейчас кто-то подумает так, ну, че там 2 доллара прислали? Это легко материализовать. Просто нет еще подписчика у меня Ни одного миллиардера Вот когда появится миллиардер И я попрошу мне прислать 200 тысяч долларов Мне и 200 тысяч долларов пришлют Дело за малым Дело за малым Чтобы миллиардер подписался на мой канал И в этом мне поможете вы Нет аварии Вот помню когда я жил в Питере Я выходил на угол из Полкомской и Староневского У меня всегда было в кармане джинсовой куртки Пару яиц вареных Я их всегда жрал на этом углу Шкарлупку очищал Жрал эти яйца И шкарлупку скидывал прямо на асфальт И многие чуваки Приходили тоже на этот угол У нас такая тусовка там была на углу Знаете как вот в Америке Итальянцы там стояли мафиози на углу Терки терли Ну и мы так же терки терли На нашем углу только И вот чуваки приходили на угол И говорили О, о Шкарлупа Значит Коша уже здесь был сегодня Коша Это моя кличка Коша 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 Шкарлупа Значит я там был Видите Уже тогда Сука Уже тогда Люди научились обращать внимание На детали Сука На Шкарлупу Вот Вообще конечно дикость Стоит такой Желоб Метра девяносто три Ростом Яйца жрет У Шкарлупу кидает На Невском проспекте Сука Культура Вот Культура Ничего не скажешь Понаехали Сука В Питер С деревень всяких Быдло Сука Насколько Ну что Будет авария Не будет Вот Маленькое движение Сегодня Че-то Че я вам Все это Рассказываю Вообще Самая Жбашка Закружилась Ой Блин Рассказываю Че-то вам Рассказываю Показываю Вот И даже брата Не показываю Вам А мой брат Сейчас в дурке Поехал в дурку Потому что У него Измена В квартире Поехал в дурку И такой Жалуется Что за дурку Платить надо Ну там Небольшой счет Там может Там не знаю Там В евро Может там 100 евро Ой блин 100 евро 10 евро В день Такой Недоволен Я говорю Так че ты недоволен У тебя там Как бы Койко место есть Тебя там Кормят То есть Все входит И койка И питание Входит В эти 10 евро Вот Поэтому Говорю Нормально 10 евро Это нормально Тебя там Накормят То есть Отдохнешь Вот Я бы сам В дурке жил За 10 евро В день С питанием Это получается Дешевле Чем в собственной Квартире жить Да Сейчас наверное Умники подумают Так надо ехать В Швецию Там Деньги Зарабатывать А жить в дурке Не Так не получится Это Мой брат платит 10 евро В день За дурку А остальное Платит государство Дурки Такая вот система Но вам все равно Рассказывать это Вы все равно не поймете Как я вам Рассказывал вам С покупными Квартирами И с квартирами Съемными До вас это все равно Не доходит Я бы даже мог Развернуть Немножко тему Что жить в съемной Квартире Даже в каком-то плане Лучше Чем в собственной Но это вы точно Не поймете По каким причинам Это может быть Сука лучше Поэтому Эту тему Мы Упустим Упустим Вот Глубоко Упустим Вот Или как вот Например У зубных Врачей Например Многие Эмигранты Приехавшие Швецию Говорят Вот Мне там типа Пломбу на зубе Поставили 200 евро Дорого Так они не понимают Что 200 евро Это они заплатили А государство Еще заплатит Сука Еще все 400 Сверху туда Вот так вот Ну вы все равно Не поймете А у меня нет сил Объяснять вам Про эту Сраную Швецию Сука Загнивающую Сука Вот Тут смотрел Недавно Ролики Про то Как Люди прожили Много лет Швеции А потом Свалили в Россию Потому что Типа Швеция Типа Хреновая страна Там Туда Сюда Вот Кто-то Сваливает Кто-то Едет До сих пор Швецию Вот я Например Никому На сегодняшний день Не советовал Швецию Ехать Вот В принципе Знаете Нет плохих Стран Все Индивидуально Как устроитесь Вот Как устроитесь Можно Приехать В какую-нибудь Хорошую страну И не устроиться А можно Приехать В плохую страну И быть на плаву Все индивидуально Как устроитесь Чуваки Как устроитесь Главное Как я Десять лет назад Говорил Не пить Не курить И абсолютно Не наркоманить Сука Заниматься спортом Все будет нормально Здоровье Здоровье Это самое главное Вот А деньги есть Денег нету Ах Какая разница Все равно Все помрем Плюс-минус Одинаково Вот Деньги Были Деньги будут Денег нет Величайшая фраза Березовского По-моему Вот И где он сейчас Березовский Правильно Сдох Падла Сдох Вот Деньги Были Деньги Будут Деньги Есть А человек Уже Сдох Вот Ладно Что-то я заговорился Какую-то херню вам Нарассказывал Вот ЧААААААА